1885 килогерц сокращение часов трансляции, к сожалению, связано с поломкой одного из передачиков если вы хотите получить расписание наших передач включающее время и частоты трансляции на китайском, английском, арабском, испанском, португальском и корейском языках то пишите нам по любому из следующих двух адресов станция КНЛС Анкорпоинт, Аляска, 99556, США или Россия, 191028 Санкт-Петербург, абонентский ящик номер 47 время и частоты трансляции а также прочую информацию о нашей радиостанции вы также можете найти на нашей интернет-странице по адресу www.knls.net Притчи Иисуса Утрость, красота, любовь Молитва Молитва – это важнейшая составляющая нашей духовной жизни и не только потому, что в молитве мы просим Бога помощи и надеемся, что Он нас услышит но также потому, что в молитве мы исповедуем свои прегрешения делимся с Богом своими радостями и заботами и в ответ получаем крупицы мудрости и утешины Каким образом? Ведь мы не слышим голоса Бога и не видим его Молитва – это тайность Бог говорит с нашим сердцем, с нашим разумом и с нашей совестью Минуя шелуху слов, фраз и понятия Иисус Христос часто обращался в своих проповедях к теме молитв И, как обычно, Он прибегал к своему любимому приему к притче Однажды Он сказал своим ученикам «Положим, что кто-нибудь из вас, имея соседа, придет к нему в полночь и скажет ему Дай мне взаймы три хлеба, ибо мой друг зашел ко мне с дороги, и мне нечего предложить А сосед изнутри скажет ему в ответ «Не беспокой меня, дверь уже заперта, и дети мои спят, не могу встать и открыть тебе Но говорю вам, что в конце концов, если сосед не даст ему хлеба ради дружбы То, по крайней мере, из-за неотступности его встанет и бать, чтобы тот оставил его в покое В древние времена угостить странника было святым долгом хозяина дома Но у героя притчи под вечер не оказалось в доме даже хлеба Поэтому он и пошел попросить его у соседа Казалось бы, просьба пустяшная Но в те времена выполнить такую просьбу было не так уж легко Большинство домов были небольшие, всего лишь из одной комнаты Дверь днем была открыта, а на ночь запиралась с помощью громоздкого деревянного засова Который вставлялся поперек дверного проема Постелей в современном смысле простых домах не было Все спали на полу Так что встать в полночь, зажечь лампу, найти хлеб и отпереть тяжелый засов Было делом нелегким И возможно означало, что придется разбудить всю семью Однако сосед все-таки обрывает дверь Так как его друг настойчив в своей просьбе Настойчивость вознаграждается, говорит тем самым Христос Мы должны проявлять настойчивость в нашем поиске правды В нашем стремлении к тем нравственным ценностям Которые удовлетворяют запросы нашей совести То есть голоса Бога внутри нас И конечно, нам нужно просить Бога прежде всего о мудрости И о том, чтобы Он указал нам разумный путь к решению наших проблем Просите, говорит Иисус, и дано будет вам Ищите и найдете Стучите и отворят вам Ибо всякий просящий получает И ищущий находит И стучащему отворят И еще Христос учил Что если мы будем просить у Бога Мудрого руководства нашей жизни То Он не спаслет нам Духа Святого Которого Библия называет утешителем И наполнит наши души благоволением по отношению к людям Ибо только дружелюбие, любовь и терпимость Способны открыть тяжелые двери недоверия и неверия Которыми мы зачастую отгораживаем себя От людей и от других